Если участник соревнований не удержался в седле, продолжить свой путь он мог только с места падения. Общее время команды фиксировалось только после того, как последний участник преодолел финишную черту. За выступлением каждой команды внимательно следили строгие судьи. Эти соревнования проводятся здесь уже не первый раз. И надо отметить, что из года в год мастерство молодых спортсменов-казаков постоянно улучшается. Лошадей выбирали представители команд. Перед началом соревнований с животными необходимо было наладить контакт. Не напугать, а показать, что ты ее друг. Казакам из енисейского казачьего общества их лошадь приглянулась сразу. Интуиция их не обманула, и конь по кличке Ванкувер помог им завоевать почетное второе место. Впечатление очень-очень захватывающее. Если ты поймешь лошадь, то лошадь поймет тебя. Лошадь это одно из самых умных животных. И если ты дашь ей свою энергию, то лошадь тоже даст тебе то, чего ты хочешь от нее. Самое главное, нужно не бояться лошадь. Лошади, они очень чувствительные животные. Они чувствуют, если человек боится, то лошадь начинает не слушаться тебя. На подготовку к соревнованиям по верховой езде у участников спартакиады ушли месяцы. По словам юношей, конный спорт уже стал неотъемлемой частью их жизни. Некоторые казаки занимаются верховой ездой с самого детства. Я езжу на лошадях с самого рождения, потому что у меня в семье всегда по два-три коня дома получается. Ну и для меня это как бы не новое что-то было. Но показать себя на российских соревнованиях – это честь. Победу на соревнованиях по верховой езде одержали представители кубанского войскового казачьего общества. Казаки из города Ейск показали лучшее время – 3 минуты 38 секунд. Юноши были рады своей победе и выразили слова благодарности педагогу, который помог им достичь высокого результата. Сладкая победа! Отлично. Страшно, конечно, немножко было. Ноги все скальзывали. Я в конце чуть не упал. Мы хотим сказать спасибо Норману Виктории Игоревне! Лоба! Лоба!